читаю попробую поспрашивать тебя вопросы то есть что поняла что не поняла и разберем вот число куча единицы они говорят 2004 единицы разделили на 3 это число огромное число представь себе 2004 единицы подряд его разделили на 3 спрашивают сколько нулей получилось в записи частного что такое частное знаешь нет это результат деления то есть у нас будет вот куча единичек я пишу 1111 но у меня не поместится 2004 единицы поэтому я так три точки напишу и напишу в конце вот 111 и мне удобно просто сказать внизу 2004 единицы давай сразу объясню что такое часто потому что они спрашивают сколько нулей получилось в записи частного то есть записи чего тогда мы будем решать задачу которую не понимаем когда я это делю на 3 что-то получится числа называют делимое потом вот этот делитель а последнее то что выйдет это частное и вот нужно сказать сколько тут нулей сколько в нём нулей потому что может быть там не все нули вот эти числа называются репьюниты это репетитив юнит репетитив юнит тут единичка повторяется много репьюнит это репьюнит длиной в 2004 какой самый короткий репьюнит какое самое маленькое количество единиц будет делиться на 3 вот например 1 делится на 3 нет нет не делится давай повозьмем две единички делится на 3 или нет не делится 111 делится внутри или нет я не знаю 111 на 3 может поделить или нет вообще есть один удобный способ это проверить по сумме цифр то есть если у числа сумма цифр делится на 3 значит и число делится внутри если например нет значит нет наоборот 1 плюс 1 плюс 1 сколько будет 3 значит она делится внутри теперь поделись сколько будет 111 делить на 3 для того чтобы было удобнее тебе делить вот как раз туда нам нужно будет пойти и посмотреть вот это деление улучшить разбей его на числа не знаю пусть 90 и 21 21 21 это у нас это у нас 30 да то есть сколько тогда получится отсюда и отсюда только тут на 3 должен был делить 730 и еще 737 трое внутри ага если ты 111 делишь на 3 будет 37 хорошо давай попробуем вот такое число чуть-чуть посильнее взять 111 111 она тоже будет делиться на 3 потому что сумма цифр делится на 3 и и его можно просто записать как 111 именно 1000 плюс 111 вот попробуй его поделить на 3 сколько будет ну давай подожди я задам вот такой вопрос тут красным это выделю 111 111 делить на 3 ты уже написала это 37 правильно что это означает внутри числа 111 37 троек правильно сколько будет 1 1 1 0 то есть число которое в 10 раз больше поделить на 3 но она стала в 10 раз больше значит в нем 10 раз больше троек нам про эти моменты нужно говорить там это 370 если я возьмите а что если мы сейчас вот посчитаем например я думал у нас все лучше тут нет понятно тогда наша песня хороша начиная сначала давай сколько будет 20 поделить 20 поделить на 5 4 4 если я его сделаю в два раза больше сколько будет 8 я выделил кружочком его 20 на 40 в два раза больше его сделал стало 40 и поделю на то же самое то есть я спрошу сколько пятерок внутри вот этого два раза большего числа сколько там пятерок сколько тут пятерок тогда может такое ощущение что мы мне кажется я говорю на китайском а ты его не знаешь хорошо давай еще в два раза больше его сделаю вот я сделал 80 поделить на 5 сколько будет это 16 16 если я его в три раза больше сделать в три раза больше делаю будет 240 240 поделить на 5 три раза больше будет здесь согласны с этим или нет умножаю на 3 тогда именно его я не думаю не пытаюсь даже делить 240 на 5 48 окей я этим свойством пользуюсь и для этого ряда если 111 поделить на 337 то 111 с ноликом в конце поделить на 3 будет и в 10 раз больше сделал правильно его значит и тут будет 10 раз больше 370 понимаешь а если я сделаю не в 10 раз больше а в тысячу раз больше 11000 поделить на 3 тогда 111 на 3 37 я просто эти нули допишу в конце 000 понимаешь это очень удобно для нас потому что мы сможем тогда вот такое число поделить на 3 то есть его поделить на 3 будет 37000 и его поделить на 3 это еще 37 то есть число выйдет у такое 37 потом нолик и 37 согласно и если я буду делить вот такое число 11 11 11 11 11 на 3 я все покажу пока просто деле просто деле чтобы я увидел что ты действительно понимаешь что произойдет 111 миллионов 111 111 делим на 3 сколько выйдет но 370 тысяч плюс 37 нет то есть ты говоришь выйдет то же самое как и сверху да ну да а это число получается такое же самое как и тут ну да только это 370 тысяч а 370 тысяч ты говоришь еще 30 это все плюс 1 0 кроме 37 давай вот коронные вопросы тебе задаю сколько будет 111 миллионов поделить на 3 откуда я должна это знать так и на самом деле это супер простой вопрос смотри 111 делить на 3 ты знаешь 37 мы уже это считали сегодня и вот эти нули перепиши ну короче миллион 37 миллионов все ответ 37 миллионов могла это знать или нет смотри он у тебя увеличился в миллион раз значит и ответ будет в миллион раз больше то есть это тоже самое деление будет там 500 нулей ты скажешь ну я то так же поделюсь 111 на 3 будет 37 и 500 нулей припишу понимаешь то есть все вот эти числа формата 111 и куча нулей ты легко делишь у тебя здесь будет вот его подели да может выделю их частями вот синенький кусочек если его поделишь на 3 то будет 37 и 6 нулей 37 миллионов то есть ты 111 миллионов писал 111 миллионов там долларов поделила на троих каждому по 37 миллионов потом говоришь я еще поделюсь 111 тысяч каждому будет по 37 тысяч и потом еще 111 просто 111 долларов делим каждому достанется по под по 37 и вот когда ты сложишь все эти значения у тебя получится число формата 3703703 7 опа интересная закономерность смотри ты делишь много единичек на 3 и тебя будет 3703703 7 и она будет повторяться давай зайдем знаешь куда калькулятор окей теперь тут я показываю нашу закономерность которую мы увидели 111 делить на 3 30 а он сам поделит пусть он он будет делить для нас самые наблюдатели я думаю ничего не нужно нажимать просто если хорошо введем поймет потом 111 тысяч 111 также делим на 3 будет и он напишет лишь 37037 если напишу больше единиц но я всегда кратно трем единиц пишу и тут делить на 3 равно напишет уже вот такое число какое число они нам дали помнишь там было то что с единицами но там было 2004 единиц 2004 единицы это сколько будет у таких блоков по одному я не знаю а если подумать когда не знаем думаем ты же можешь видишь это там шестерки получаешь а тот опа я не знаю кашу 2 смотри у тебя 2004 единицы до тебе их нужно разбить группами по 3 правильно вот 1 блок 2 блок 1 блок 3 единицы 2 блока 6 единиц 3 блока 9 единиц 4 блока 12 единиц правильно подели это число на 3 или ну 3 умножить на количество блоков вот давай 3 умножим на 600 сколько будет он сам тебе подсказывает давай умножим на 700 ты сейчас дойду до этого числа перебор нам надо 2004 получить я напишу давай 650 просто угадаем сейчас тобой плохо 680 3 на 680 перебор поэтому 3 на 670 возьмем перебор но мы практически там сколько не но тут лишние две тройки вот шестьдесят шестьдесят шестьсот шестьдесят пять восемь шестьсот шестьдесят восемь если на него умножим так надо не гадать надо чуть чуть думать там было минус шесть две тройки просто забрать теперь о чем это говорит если там 2004 единицы это будет шестьсот шестьдесят восемь блоков по три единицы по моему мнению надо было ответить на какой вопрос давай ты вспомнишь вопрос или нет на тройку поделишь это число страшно да сколько будет нулей получится частное спросили сколько в нем нулей да сколько нулей в частном вот например этом вот когда его поделили на три то нулей оказалось один два три тут поделили на три оказалось нулей оказалось два то есть давай я напишу это скоба три нолика тут два нолика один нолик ноль ноликов их нету правильно следующее если напишу как думаешь сколько там ноликов будет 4 4 от чего это зависит ты можешь ли ты сказать сколько нулей будет в нашей задаче вот ответ какой там будет не знаю нет или маленький вопросик а чтоб изучиться вот у вас есть там например самый пост но ведь это было вопрос где там ну где там три нули и короче и там например последние ну там вот три раза стоит один у последних три которые единиц ты например ту в середину и стираешь тогда чем будет если я сотру единичку вот эту он косяк напишет какой-то да уже некрасивое числе ну просто поделить другое число на 3 да ну у нас есть задача как решать задачу тут на самом деле я уже все рассказал для того чтобы ответ сказать я может еще тогда одну закономерность покажу лишь чем математикой сильно эти закономерности нужно замечать каждый раз я очень больше решаешь тем легче и легче видеть их вот обо всем об этом через время от когда порешаешь похожих задач ты будешь думать в уме и ты ответишь на этот вопрос но мне кажется я в уме могу секунд за 25 на него ответить вот я прочитаю задачу за 25 секунд я дам ответ я не буду писать ничего понимаешь а мы сейчас того его мусоли мусоли минут 20 зачем 20 минут если это 20 секунд понимаешь чем сила будет ты сразу будешь видеть вот настолько будет крепко все теперь какая закономерность должна быть видна вот тут вот эти единички это один блок то есть тут один блок единичек тут два блока тут три блока три блока единиц выходит двойка в результате четыре блока единиц три нолика то есть ноликов всегда на один меньше чем блоков правильно понимаешь а у нас уже понятно сколько блоков будет а на 667 да отсюда мы сделаем вывод будет 667 ноликов или нули понимаешь да много нулей поделить это физически невозможно и тут в этой задаче даже калькулятор дай ее не решат понимаешь нужно вот эта закономерность увидите и а еще лучше понимать сам принцип деления и момент который сегодня вспомнили в этой задаче еще признак делимости на 3 если сумма цифр делится на 3 то и число делится внутри и себе лучше всего задать вопрос вообще почему он работает знаешь мало знать принцип или эти признаки делимости лучше еще и понимать почему они работают